Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, настало время выкатать мое новое колесико. Видите, какой индикатор красивый, изумрудный. Не припомню, чтобы у меня такой красивый был. Колесико полностью заряжено. Дальше, что у нас? Весы. Встаем на весы. Без курточки, безо всего. Ну, вот, можно прикинуть мою массу в кроссовках. Почти 113 килограмм. Сейчас колесико полироличкой натру. Буду использовать такую, на самом деле, подойдет любая. С антистатическим эффектом, чтобы колесико хорошо выглядело. Ну и постараюсь выкатать, чтобы вы понимали, насколько колесико хватит вам. По крайней мере, с такой массой и с температурой. Температура сейчас 14 градусов, у нас потеплело. Посмотрим. Включу релиф, включу штатное приложение. Давление сейчас проверю, какое в колесе. Все данные вам укажу. Вот таким образом, влажной тряпочкой протер. Сейчас грязь убрал. Чехол пока не надеваю, чтобы красоту все увидели. Потом, конечно, когда ребенок будет катать, надену чехол на первое время, чтобы колесо сохранило свой первозданный вид как можно дольше. Потом, когда он будет профессионально уже катать, захочет снимет. Ну и, конечно, когда ученики будут, буду первое время использовать не первое время, я всегда буду использовать защитный чехол. Буду надевать его на тот чехол, который... О, да. Сейчас, погодите, секунду, сейчас свое колесико протру. Сейчас поеду его выкатывать. Да? Ой, как хорошо. Сейчас пропускаем. Ну что, дорогие, друзья. Задача у меня выкатать моноколесо Kingsong 16s или как он в Kuga называется. Kuga Kirin U2. Это абсолютно одинаковые колеса. На секундочку, вот как выглядит приложение Kingsong. Вот как оно там звучит, это колесико. Здрасте. Просит электронную почту Kuga заполнить. Мне это пока сейчас не надо. Я хочу показать вам, что приложения абсолютно идентичные с точностью до ошибок даже. Вот жесткость педалей, допустим, да? Вот здесь жесткие педали, жесткость педалей, да? Даже ошибки сейчас увидите. Кингсунг отрубаем. Круга подрубаем. Жесткость берем. То же самое, да, видите? С точностью до мелочей. Так, в общем, это приложение у меня сейчас будет работать Kuga. Дальше, что мне нужно? Мне надо включить релиф. Включи релиф. Открой релиф. Открой релиф. Он мне музыку какую-то включил. Так, вот сейчас я стартану. В итоге в конце ролика я привожу вам всю траекторию движения. Я буду заезжать в разные места. Постараюсь прокатиться там, где красиво. Постараюсь. О, тоже релиф запустил. Звук я, наверное, тогда пущу на моноколесе. Может быть, буду переключать на колонки. Плейлист, под который я катаю, это Дидюля. Очень чудесно. Он колесико играет, да? То есть можно будет заценить. На максималочку сделаю сейчас. Поскольку я общаюсь с вами через микрофоны. Поскольку я общаюсь с вами через микрофон, и звук этот не должен мне мешать. У меня есть несколько дел сейчас. Надо заехать на Фучика. Заехать в Купчино. Ну и прокачусь по каким-нибудь красивым местам, чтобы вам было интересно. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, музыка вам не мешает, поскольку я говорю в микрофоны. Выкатываю я сейчас колесо начального уровня. Колесо, которое я купил для своего ребенка. Колесо, которое я планирую использовать и использую в качестве учебного колеса. Почему я выбрал именно это колесо, сейчас расскажу. До этого у меня было колесо Kingsong 14D. На него я обзорчики снимал. Его я тоже выкатывал. Его я тоже выкатывал, его я тоже пробовал. Думал, что дети будут на нем катать. Но, к сожалению, желание у них тогда пропало. Учить на нем людей, это не очень хорошая идея. Почему? Потому что оно слабенькое. То есть, 14-го радиуса колесо, корпус маленький, можно сказать, почти хрупкий. И, естественно, мне не хотелось разрушать этот корпус раньше времени. Поэтому я ставил на колесо, которое мне любезно продал мой друг Костя за смешные деньги. Это Ninebot One. Я уж не знаю, что там, Е, С или П. Там очень сложно по этим моделям. Можно по приложению смотреть, но они абсолютно внешне одинаковые. В общем, начальное колесо 16-го радиуса, производитель Ninebot. Отличная моделька для своего времени. Но оно уже 15-го года выпуска. И там все не так хорошо, как хотелось бы. Там уже и алгоритмы другие, поднятие педалей, продавов, предпродавов. На этом колесе я уже знаю людей несколько, которые просто продавливали колесо без какой-либо причины. Просто наваливали, и колесо даже не успевало меукнуть. Происходил продав колеса. То есть, люди падали. Один из них, он работает на футчика на колесах. Он повредил ногу себе. Он увидел, что я катаю на колесах, и купил себе это колесо, эту модельку колеса. Напоминаю, это Ninebot One. Е, П, или С, там 16-го радиуса колесо. Один форм-фактор отличаются чуть-чуть какими-то там опциями непонятными. Размером может быть батареи, и может быть максимальной скоростью. В общем, он ехал. Я не уверен, что он был трезвый. Скорее всего, нет. Продавил колесико, получил серьезную травму. Долгое время был на больничном. Сейчас не знаю, катает, не катает. Продал колесо, не продал. Увижу его, пообщаюсь, выяснил. С сыном тоже катался, тоже наваливал, наваливал, тоже продавил колесико. Слава богу, травм никаких не получил, потому что скорость не та. И катал в трезвом состоянии. Но, тем не менее, падение такое было, пострадала одежда. Поэтому, когда только учитесь, старайтесь дорогостоящую одежду, и одежду, которая вам дорога, не надевать. Надевайте что-нибудь такое попроще, что не жалко, если порвется. Старайтесь избегать носить ключи в карманах. Любые другие острые предметы. Ну и помните, летом падать, это одежду царапать. Зимой падения, они не такие страшные, потому что снег легко проскользить. Одежда в основном зимой не портится. Одежда портится летом только, когда вы катаете, об асфальт ее стираете. Всегда будьте вежливы со всеми. И с пешеходами, и с водителями. Ну что, в общем, для учебы у меня было 9-Bot 1-E 16-го радиуса. Отлично оно подходило. Но вот пока мы в последний раз не покатались, ученик встал на колесо, мы поехали. Проняли его, кстати, вот здесь это произошло в луже. И потом, когда переходили перекресток, уже колесо выключилось и не включилось. По-видимому, что-то на плате там вышло из строя. Пока я с этим не разобрался, мне надо как-то учить людей, зарабатывать копеечку, чтобы кормить семью. Потому что страховка сейчас мне приносит в два раза меньше, чем приносила раньше. И время, когда я выйду на прежние обороты, это не один год. Я решил прокатить по красивым местам, чтобы вы могли не только послушать меня, но и полюбоваться окрестностями. Это Чесменская церковь у нас. Сзади меня собор, не знаю, как называется, но тоже можно посмотреть будет. Короче, вот было у меня учебное колесо, и сейчас не стало. Там надо разобраться, что там на плате вышло из строя. Визуально определить сложно очень, что там с ней случилось. Надо обладать опытом микроэлектронщика. Должны быть приборы, которые могут прозвонить те или иные электрические элементы на плате. Я этим не обладаю. У меня есть товарищ, который этим занимается с машинами. Возможно, он мне сможет помочь, и у меня будет еще одно резервное обучающее моноколесо. А пока вот я купил колесо, поскольку сын выразил желание встать на колесо снова. Прошло какое-то время с того момента, как я учил, когда не умел учить еще. И вот ребенок захотел. Как же я могу? Я с ним прокатился на учебном колесике, вплоть до Продава. После Продава у него желание не пропало. Но, наоборот, гонор чуть поубавился, и это очень хорошо. То есть теперь он спокойнее гораздо катает. Он проехал уже не держась за руку. Он еще не научился стартовать, но уже может спокойно меня отпускать на улице и катить сам. Поэтому я уговорил супругу, нам удалось, можно сказать, в ипотечный кредит, потому что кредит на 5 лет, взять вот то колесико, на котором я сейчас еду. Конечно, мы хотели его взять на год, но мы закредитованы, поэтому банк там смог нам дать только на 5 лет. Но опять-таки, опять-таки, мы можем в течение года погасить и заплатим, естественно, меньше по проценту. Брали в сбереки, поэтому там вроде все честно, хорошо и замечательно. Колесико я нашел на Вайвере за 74 тысячи рублей. То есть если я в течение года рассчитаюсь за него, у меня переплата будет порядка 10-11 тысяч рублей. То есть колесо мне встанет в 85 тысяч рублей. А это именно та цена, за которую можно его купить за наличку сейчас на Озоне. То есть получится, что я практически ничего и не переплатил. Конечно, переплатил. Если бы у меня были деньги наличками, я бы купил его вот за 74, и не надо было бы ничего выдумывать с кредитами. В любом случае, колесико я приобрел. Я очень доволен. Я уже двух людей на нем поставил. С одним человеком прокатился. Сейчас по красивым местам хочу вас протащить. С одним человеком прокатился. Вот видео снял, как мы зло пробовали. То есть колесо уже в работе, это все хорошо. С ребенком уже пора раскатались, только он жалуется, что оно пожестче, поскольку оно мощнее. И вот я ему хочу все подспустить. Сейчас я померил давление там 2,5 атмосферы. А ему бы, конечно, для комфортной езды было бы здорово, если бы там было от 1,5 до 2. От 1,5 до 2 ему будет мягенько. Но если я поеду или ученик на таком давлении, он может погнуть обод, диск. Поэтому под ребенка надо будет чуть-чуть давление варьировать, когда мы с ним на покатушке будем выходить. Ну, это все просто. Дома компрессор есть, поэтому все это пара секунд дело, пара секунд. Главное, чтобы ребенок катал, чтобы ему доставляло это удовольствие. А сейчас я выкатываю это колесико, и вы будете знать, сколько оно при температуре 15 градусов способно провести на себе жиробасика массой 115 килограмм, практически вместе с рюкзаком. При этом у нее работает сейчас... Сейчас включу сразу свет. Я надеюсь, что он включен. Со светом, с подсветкой и еще с музыкой на борту, которая играет на полную мощность. То есть звук я не убираю, поскольку звук он сейчас мне не мешает. Сейчас прокатимся по красоте. А попутно я буду что-то рассказывать про это колесо. Что мне в нем нравится, что не нравится. И какое колесо изначальных стоит выбрать. Kingsong 14D или Kingsong 16S. Напоминаю, что Kuga U1 и U2 это точно такие же колеса, просто под другими названиями. Абсолютно те же колеса. Если вам кто-то говорит, что там что-то стоит другое, это человек вам лжет. Он лжец. Вот, колеса абсолютно одинаковые. Что марки Kuga, что марки Kingsong. Да, стоять на светофорах я не буду. Я сейчас поеду до следующего. А то все мои выкрутасы на пробеге сказываются, да, как бы. Но не будут отмечены в реливе. Насколько я понимаю, отображает только перемещение мое по городу. Штатное приложение может показать. А релив вряд ли. Это метро Московское у нас. Здание Дом Советов. Сейчас прокатим по площади. Стоять на светофорах, да, я не буду. Обычно я кручу, получаю от этого удовольствие. Отрабатываю сложные элементы. Время пролетает незаметно. Но сейчас, поскольку мы определяем максимальный пробег, я буду катать. Буду ездить. А на колесе это просто. Если здесь красный, значит там в километре будет точно зеленый. И как раз это расстояние в вашем направлении. То есть на колесе вообще не запариваетесь. Катать одно удовольствие. Ждать нигде не придется. Особенно в центре, там где понапичка на светофоры. Абсолютно спокойно можете проехать от одного светофора до другого. И вообще не запариваться. Вы не пешеход. Вам одного светофора до другого несколько секунд. Итак, у нас есть колесики начального уровня, которые я рекомендую. Раньше были еще другие модели. Там у Ninebot были. Последняя модель, которая была Ninebot One S2. И еще была A1 с половинчатой батарейкой. Не как S2, а просто A. Его вообще покупать смысла нет никакого. Но оно без ручки, без фонариков. Это мое первое колесико. Которое у меня было. Его я к покупке не рекомендую. Только рекомендую только в том случае, если оно вот сейчас новое было бы за 25 тысяч рублей. Вот тогда его смело можно покупать. А сейчас я его в продаже в принципе не вижу. Ninebot, похоже, прекратил разрабатывать новые модели. И обильно делать старые и выпускать их на рынок. Поэтому очень жалко, очень жалко. Потому что качество Ninebot, оно радовало. И дизайнеры там трудились над ним. Все, все колеса, они изумительные, восхитительные, прекрасные. Но, к сожалению, Z-ка сейчас на рынке есть. Но, по-моему, это старые запасы. Если Z-ку хотите купить, то не дороже, друзья, покупайте, чем 120 тысяч рублей. И даже дороже 115-й я бы брать не стал. Потому что уже за 130 тысяч, за 140 тысяч можно взять колесо, которое будет по пробегу в два раза больше. А это существенно. И оно будет как бы более комфортное, чем Z-ка для повседневной езды. Z-ка, она все-таки больше подходит для виртуозного катания. Это жесткое колесо. А оно подходит для фигурного катания, для того, чтобы прессовать на асфальте, там расписываться, писать фразы какие-то. В общем, поражать людей своим катанием. Оно великолепно подходит для того, чтобы там на площадке метр на метр абсолютно спокойно крутить восьмерочки. Уникальное колесико, конечно. Но это уже колесико старше, и ему тоже уже больше пяти лет. И, как я уже говорил, его не совершенствуют. И в продаже оно сейчас есть, наверное, только благодаря тому, что есть старые запасы. Все, площадь мы с вами посмотрели. Сейчас поедем в сторону Купчино. Постараемся проехать по тем местам, где есть еще какие-то достопримечательности. И нужно это сделать так, чтобы вам было хорошо видно. Этому мешает, конечно, адаптер микрофонов. Но я буду стараться крутить так камеру, чтобы вам было удобно. В общем, есть колесики начального уровня, которые стоят до 100 тысяч рублей, которые сделают счастливым любого человека. Да, конечно, вы их очень быстро перерастете. Но покупать их тоже имеет смысл, если у вас дома дети. То есть дети абсолютно спокойно с вами смогут катать на этих колесах. Но только под присмотром, естественно. Потому что, друзья, это не игрушка, это транспорт. Полноценный транспорт. Это мотоцикл. Поэтому, если дети катают у вас на моноколесе, то обязательно, чтобы под вашим присмотром. Дождались вот на светофорах по моей методике. Больше постараемся этого не делать. Сейчас поедем, заснимем Московский проспект. Здесь уже звука не хватает. Сейчас переедем на ту сторону. Здесь звука колеса, которое оно издает, не хватает. Потому что шумная улица. И в центре, на Невском, тоже хватать не будет. На этот случай, конечно, либо просто близко подъезжаем, долго едем, нас люди услышат. Либо какие-то джазовые композиции помогут. Там, где высокочастотное что-то работает. По парку проедем сейчас. Ну, что-то с музыкой можно делать. Но если близко к человеку подъезжать, конечно, он вас услышит. Но когда перед вами непрерывный поток людей, проще использовать что-то такое более мощное. Я использую вот сейчас три биты, которые в паре работают, дают мне стереозвук, которым я очень доволен. Уехал далеко от светофора. И он как раз закончился. Сейчас надо перебраться на ту сторону, чтобы по красоте вам все снять, против солнышка. С помощью солнышка. В общем, в таких шумных местах, конечно, вам будет не хватать штатной акустики. Будет хотеться что-то еще. Ну, и если вы любите себя и любите катать с приятной музыкой, конечно, вы что-то себе приобретете отдельно. Кастомизируйте. До этого я катал с разными колонками. Я предпочитал марку JBL. Ну, поскольку они прекрасны по звукам. У меня были клипы. Третий клип. Четвертый. Я купил в надежде, что он будет мощнее. У меня два третьих было. Один из них я даже раздавил. Он работал все равно раздавленный, но я его раздавил, когда упал на него. В отличие от шестого, он продолжил работать, продолжил меня радовать. Единственное, что внешний покоробился. А так был полностью работоспособен. Его, конечно, не хватало в таких шумных местах, где я сейчас катаю. Он, наверное, давал приблизительно такой же звук, как сейчас дает колесо из двух динамиков. Ну, он был расположен у меня на поясе. Там удобная клипса. Она за петельку цепляется. В отличие от этих колонок 3-бит, которые цепляются за пояс и неудобно сидят на животе, то есть мешают. Клип третий по эргономике, наверное, самая лучшая колонка, если вы только начинаете катать с колоночками. Клип четвертый мне не понравился. Он, типа, заявлен, что чуть помощнее, но на самом деле у него звук идет в обратную сторону и на поясе возить его неприятно. То есть басы отдают вам в область паха. Ничего приятного в этом нет, а на громкости, которая вперед передается музыке, это абсолютно практически никак не сказывается. то есть не айс, не айс от слова совсем. Поэтому с ним я довольно-таки быстро распрощался, благо сейчас на авито легко, можно все продать. В сказке мы с вами живем, напоминаю. Вон пички самоходные ходят, по дорогам ездят. Я на коньке-горбунке, на ковре-самолете или там в сапогах-скороходах, как хотите, называйте. В кармане у меня блюдечко с наливным яблочком. Все есть у нас. Все, о чем мечтали наши предки, у нас есть. Так что, друзья, давайте станем еще с вами счастливыми людьми, да, и будем дальше нашу жизнь превращать в сказку и мечтать о чем-то еще. На музыку я отвлекся. Вот были у меня клип третий, клип четвертый. Дальше я приобрел себе флип пятый, тогда шестого не было. Он меня очень радовал. Его я возил на поясе, пояс укрепил. Болталась такая, бочонок болтался, но не раздражал. Но по мощности, опять-таки, мне хотелось чего-то больше. Я очень хотел, чтобы был стереозвук, очень хотел, чтобы был стереозвук. Мне очень нравится музыка, катать под музыку. Поэтому я, ну, ничего, что меня устраивало бы по качеству звучания, кроме флипа пятого, не было. Потом появился флип шестой, я взял себе флип шестой, опять-таки. Пятерку продал через Авито. И с флипом шестым я катался, был доволен, в принципе. Полностью он меня устраивал для шумных мест. В тихих местах, естественно, просто выкручиваем, потише его делаем, и все. Но зимой я на него упал. Падение было фатальным, оно перестало работать, то есть там схема повредилась. И вот с помощью Константина, Костя, привет тебе. Он презентовал мне денежку, я смог себе купить. Я сначала хотел повторить, взять опять-таки флип шестой, но поскольку лучше него на тот момент, да и сейчас еще, ничего такого нет, что можно на пояс закрепить. Заказал один раз, как обычно заказывал, там через Яндекс.Маркет, через Мегамаркет. Но последнее, я заказывал через Яндекс.Маркет вот две колонки, там где было написано, что это оригинал, цена была такая, как оригинал стоит со скидкой, с хорошей. Это въезд в город Санкт-Петербург, друзья, вот можете посмотреть, как туристы увидят наш город, когда приезжают и едут с аэропорта на автобусе. В моем детстве, когда разрушали наш Союз, было такое выражение, вот этот памятник Победы называть стамеской. Тогда в шутку мы все его называли так, а только сейчас я понимаю, что делать этого ни в коем случае нельзя, друзья. К таким вещам нужно относиться трепетно, потому что если вы не будете к ним трепетно относиться, то будет как сейчас на Украине, то есть фашисты становятся героями, а герои становятся изгоями. Этого допускать ни в коем случае нельзя, поэтому память должна быть хорошая, и относиться к подвигу надо с уважением всегда. Поэтому в такие места, естественно, мы когда ходим, спешиваемся с моноколеса, ведем себя там прилично. Чуть-чуть отвлекся, но вот приобрел я три биты. К сожалению, я бы купил JBL-ки, если бы JBL-ки вот флипы, я очень надеялся, что клипы, клипы работают в паре, что они работают в стереопаре, их можно запитать, можно повесить две, и будет работа. Нет, мелкие вот эти колонки, они в парах не работают. Поэтому в этом плане они проигрывают той системе, которая сейчас я себе установил вот на рюкзак. Она дает мне стерео, она дает мне комнату, она дает мне столько звука, сколько нужно. Единственное, чего мне не хватает, это басов сейчас. То есть мне хочется какой-то портативный, еще мне хочется систему иметь 2.1, то есть иметь еще басы, чтобы у меня в рюкзачке был такой сабвуфер. и тогда будет вообще шикарно. Сейчас можно спустим. Друзья, закончилась запись на камере, а когда она заканчивается, в отличие от GoPro Max, который у меня был 360, на инсте, к сожалению, выпадает небольшой участок, и непрерывного видео не получается. Кусочек выпадает. Это очень плохо, особенно если у вас во время этого выпадения что-то произошло, что вам хотелось бы сохранить. Поэтому будьте аккуратны, если участвуете в покатушках, еще что-то, помните, что вот пишет она эти 30 минут, а дальше происходит перезагрузка, и граница между этими двумя записями, она теряется. сейчас я попробую вам продемонстрировать работу колонок. Они должны были звук уже перехватить. Вот, просигналили мне, что громкость максимальная, но почему-то они здесь очень плохо сейчас спарились с телефоном. Несмотря на то, что все композиции у меня загружены в телефон, возможно, потому что рядом аэропорт, но колесо работает превосходно, а вот колонки сейчас прям что-то раскопризничались. И я не понимаю, с чем это связано. сейчас попробую другую композицию взять. Ну вот, когда телефон я подношу к ним, конечно, они работают более так. Мне кажется, по приему там все-таки не очень. Надеюсь, пробег у меня одинаково хорошо будет мотаться как вперед, так и назад. В общем, пока телефон здесь рядом, все работает великолепно. Сейчас я уберу его в карман. И начались баги. Начались баги, то есть какие-то сигналы, какие-то помехи идут, поэтому для этих колонок лучше, когда телефон будет в нагрудном кармане, когда помех не будет. А помехи могут быть там, где помехи на все Bluetooth-устройства оказываются там возле светофоров, возле аэропортов. Обычно без проблем все происходит, то есть звук нормально, без помех все играет. когда помехи идут, я обычно перезагружаю просто и все становится нормально. Сейчас я переключу звук на колесо. Ну вот с такой акустик я сейчас катаю и лучше нее я не знаю. Очень бы хотелось, чтобы JBL что-то разработали такое же компактное, что я могу закрепить, и что по звуку будет превосходить это. И возможно там будут такие басы, что мне не нужен будет сабвуфер. То есть я не буду о нем мечтать. Все, сейчас перехожу. Выключаю колоночки, слава богу. Сейчас запутался чуть-чуть. Они работают нормально в стереопаре, поэтому одну выключил, а они вырубились. Но единственное, что включать надо обе. И сейчас я запускаю звук, и колесо подхватывает его. И причем для колеса расстояние от кармана до него абсолютно нормальное, то есть помех я не чувствую. Ну, конечно, звук по качеству не тот, конечно, хочется получше. Говорят, в Кингсонге 16-м, там чуть ли не системы 2.1, то есть вообще там все приятно сделано. Но вот на маленьких колесах, на Кингсонгах самая отличная музыка, ее нет. На Inmotion, которые рекомендуют тоже, но Inmotion я вообще рассматриваю, как только как только детские колесики. У меня был Inmotion V8, Inmotion V8F я для жены покупал, поскольку они тогда позиционировались как лучшие колеса европейские, понимаете, в чем дело? Лучшие. Поэтому я их купил. Лучшего в них это эргономика. Ручка там действительно самая эргономичная, самая классная такая, по сравнению даже с King Song хорошая чемоданная ручка, чувствуется, что она будет служить долго, но были случаи, когда колесо падает, ручка загибается, ее следует заменить. Я поеду там, где деток нету, чтобы не тревожить их. Прошу прощения. В общем, про колеса, да, у нас разговор начального уровня. И начального уровня, вот сейчас перечислю все колеса, которые вот до сотки у нас. Это у нас сейчас Ninebot вышел с рынка с этого пока, я надеюсь, что он вернется, и у него будут самые лучшие колеса. Сразу на нержавеющие, сразу с музыкой, сразу со светом самым лучшим, потому что на Ninebot самый потрясающий звук. Вот сигналы, вот эти мявканье, вявканье самые лучшие вообще. Дизайн там самый лучший вообще из всех колес. То есть там и дизайнеры постарались, постарались, и музыканты постарались, и эргономика, ноу-хау, то есть ручки такой, как на зле, нет ни у одного колеса, которое вообще непонятно как срабатывает. Классное, замечательно, потрясающее. В общем, Ninebot мы сейчас убираем, потому что Ninebot просто нет, только на вторичке, а на вторичке я брать не рекомендую, именно Ninebot, которые вот как у меня, потому что они все-таки слабоватенькие колесики, и алгоритм продава у них такой, что продав можно схватить, его схватить легко, и колесо перед этим вас об этом ни о чем не предупредит. Так, Ninebot прошли, дальше переходим к Inmotion, Inmotion типа народное колесо, вы 8, люди катают, там десятки тысяч километров, восторги, там пишут, причем восторги даже те люди, которые уже там и статор, уже варили, потому что он отлетал у них от оси, но все равно они в восторге от этого колеса, мне в нем нравится ручка, нравится эргономика, нравится как оно разбирается, конечно, когда ты знаешь как оно разбирается, сейчас звук чуть уберу, чтобы малышей не беспокоить, когда рядом с колясками едем или в тихих спальных районах, конечно, делаем звук так, чтобы не тревожить людей, чтобы люди к вам относились с любовью и обожанием, вот так вот надо катать. И тогда никто ничего запрещать не будет. А будете как угорелые носиться, все вас будут ненавидеть. Итак, друзья, что у нас? Inmotion. Лучшая, наверное, ручка в мире моноколес, лучшая эргономика в плане того, что там ну все легко, настолько легко, легче гораздо, чем в Кингсонге разбирается. но и дорабатывать там надо, потому что плата там вообще на соплях крепится и крепится сбоку, и радиатор там большой выпирает, то есть там, блин. В общем, это колесико, оно узенькое, оно прекрасно подходит для детей, Inmotion V8 и V8F, но вот Inmotion в этом плане даже лучше, чем Inmotion V8F, потому что на Inmotion моя жена катала и не капризничала, а на Inmotion V8F она очень, очень жаловалась на то, что ей давят на ноги, просто я там даже подушки мягче сделал, там еще что-то мне очень, и она не единственная, кто жаловалась, потому что я знаю людей, которые на V8F тоже жалуются, что выпирают вот эти, корпус выпирает, именно корпус, вот с этим что-то надо сделать. Фара там хорошая, хорошо светит фара, оно, к сожалению, задний фонарь работает только как габарит, и нету там музыки, в общем, нет всех этих ништячков, которые есть в Kingsongе, нет звука, нет нормального габарита стопа, чтобы было видно, мощности не хватает, до Kingsongа не дотягивают они по мощности, только Inmotion V10F дотягивает, но это уже позиционируется как взрослая, колесо, и оно стоит уже сотку где-то, если вам удастся купить его за 80, это хорошо, это здорово, но там надо дорабатывать, там плата тоже сбоку стоит, в общем, десятка, это такой пенсовский вариант, ну, реальный пенсовский вариант, потому что на нем с поребриков не попрыгать вам будет, диски там очень слабые, мотор-колеса там очень слабые в этом плане, то есть, люди, у которых эти колеса есть, диски гнутся, диски ломаются, но при этом это достаточно мощное колесо, и если вы доработаете, вот, плату посадите на герметику, берете там лишнее с радиатора, чтобы он не выдавливал, не ломал вам корпус, то в принципе неплохое колесико, вот не знаю, что там на десятке со звуком, вроде звук должен быть там, свет там очень хороший, но опять-таки это колесо уже, которое сейчас стоит больше сотки практически, больше сотки оно стоит, сейчас проедем дальше по парку, посмотрим как там, сейчас парки вообще на просушку должны быть закрыты, но вот здесь уже просохло все, в общем, десятка это все-таки уже такое, не начального уровня колесико, которое взросло, можно покупать, единственное, что там проблемы это педали, конечно, педали там фиговастенькие такие, они стоят там, как на, они не такие плохие, как на Inmotion V8, они такие же, как Inmotion V8F, там просто резиночка, ее даже зашиповать можно, у Андрюхи мы сшиповали, винтами через шайбочки, то есть, в принципе, Inmotion V8F, в принципе, нормальное колесико, но единственное, что там на тот момент, когда я владел им, алюминий был плохим, то есть, он сгнил просто, за один месяц зимней эксплуатации, даже меньше, по реагентам, он просто сгнил, видео у меня есть на канале, колесо, которое я заказал, взамен мотор-колесо, оно было уже другое, по качеству, там не было выдавлено надпись Inmotion, и оно по качеству было больше похоже на King Song, на Godway, вот такое, по стилю обработки, без этих плавных краев, а вот резаная, такая хорошая, такая прикольненькая, потому что другие колеса у нас, да, на маленьких колесах, когда вы ездите, вот по такому грунту, очень легко словить боковое, такое, волну, на больших колесах поустойчивее себе чувствуется, вот еще не просохли парки, звук сейчас у меня убран, где-то наполовину, чтобы деток не беспокоить, в общем, десятку получается, к начальному уровню колесам, хотя нет, она не подходит для деток, десятка, потому что она все-таки тяжелая, для детей, ну, хотя дети могут на нем катать, вполне, ну, дети и на зле могут катать, у нас первоклашка на Z катал, Костик и сын, поэтому тут, вопрос, как комфортно будет, у нас колесо все-таки надо подбирать, как и доску, как и лыжи, как и все под райдера, чтобы человеку было удобно, чтобы человек на колесе чувствовал себя комфортно, чтобы ему было в радость катать, поэтому нужен баланс, поэтому Z, допустим, не годится райдерам, которые меньше там 70 килограмм весит, он им просто будет не справиться с этим колесом, просто не справится, для меня оптимальная масса моноколеса, это до 30 килограмм, я готов там потерпеть и 32, но это уже, конечно, будет не так комфортно по городу путешествовать, на лестнице заносить, будет не так здорово, как сейчас у меня с Упексом, который 25 килограмм весит, и я чувствую себя на нем превосходно, великолепно, когда, конечно, мне хотелось бы 19-го радиуса колесо, или даже 20-го, хотелось бы, когда-нибудь будет, но пока его такое не сделали, сейчас по говнолину я еду, дорожки раскатываю, это, конечно, плохо, так делать не надо, сейчас постараюсь с них уйти, именно для этого парки на просушку закрывать, чтобы мы вот так вот не портили дорожки, по красоте хотел вас покатать, еду опять-таки я с простой прогулочной скоростью, как я обычно катаю в удовольствии, или с кем-нибудь, там, где открытое пространство, там, конечно, медленно мы ехать не будем, мы будем ехать там на пределе на колеса, потому что там ехать медленно просто скучно, на больших пространствах, почему мне не нравится катать по большим пространствам, потому что там, там надо топить, а мне нравится больше общаться, любоваться, вот, о, чуть-чуть задели мы парк на въезде в город, по красоте покатались с вами, так, начальном уровне колесики, эмоушены, да, по эмоушенам пробежались, можно десятку рассматривать, как начального уровня колесо, конечно, если ценник на него будет в районе 80 тысяч рублей, если сотка, это уже, конечно, взрослое колесико, так, так, а начального уровня колесики, это вот колесики, хотя десятка тоже 16 уровня, 16 радиуса, диаметра, как правильно называть, называйте, как вам удобно, в общем, у эмоушен V8S сейчас появилось, вместо V8F, там, где побольше батарейка, а так все остальное, это V8F осталось, это хорошее колесо, но вот опять-таки, по удобству берите, чтобы в ноги не давило, и надо дорабатывать плату, надо убирать радиатор, потому что, если вы вот по песку, по щебенке катаете, попадет между радиатором, который выступает очень сильно, и мотор колесом камень, и вдавит вам плату, вместе с радиатором, внутрь корпуса, там образуется щель, пластик просто лопнет у вас, там образуется щель, в эту щель попадет вода, и плата, как и у нас, выйдет из строя, поэтому, конечно, лучше там делать гидроизоляцию, обязательно плату сажать на герметик, обязательно стачивать радиатор, потому что он там все равно, вот большой, неэффективен, он весь забивается грязью, чтобы он грязью не забивался, это вам нужно катать, чисто вообще по совсем сухому, по сухим, по чистым улицам вам надо катать, а если вы катаете везде, то надо будет убрать ту часть, которая неэффективна, которая забивается, и оставлять только кромки, буквально там 1-2 миллиметра, там почему-то на всех других колесах, на кингсонгах, на найнботах, все это сделано хорошо, замечательно, ничего не забивается, потому что там выступает ровно на миллиметр, сразу видно, что люди думали, прежде чем сделать, но инмоушен они не думали, они просто поставили большой радиатор, и вот сейчас будет у нас все охлаждаться, а про то, что он забьется, чертям собачьим, они об этом даже не думали, по инмоушенам прошел, но вот зато сразу рассказал вам, почему я не, даже не рассматривал себе колесико, шнурки развязаны у вас, почему я инмоушен не рассматривал, там глянцевый корпус, его легко расколоть, оно слабее, чем кингсонг, у него нет музыки, вот V8S, почему я не брал, батарейка у него, я думаю, поменьше, чем на кингсонге, вот на этом S, на куглу 2, там нет музыки, там нет обоюдной фары, которая, одна перегорела, вторая у вас всегда есть, здесь корпус попрочнее, здесь плата расположена сверху, здесь нет той проблемы, что что-то у вас куда-то выдавит, да, здесь тоже надо сажать на герметик, потому что, если вы на герметик не посадите, а будете катать по реагентам, и по лужам, по зиме, то по-любому проникнет из-под радиатора, из арки колеса, в платье у вас реагенты с водой, и тоже убьют, конечно, не так быстро, как на V8, но убьют, без вариантов, там прокладка, к сожалению, между радиатором и корпусом, сделано из такого, то ли не апрент, то ли вообще не пойми, что вспененная резина какая-то, по которой реагенты с удовольствием поднимают, как губка, то есть она не выполняет функцию изоляции, я вообще не понимаю, зачем ее там поставили, для галочки, наверное, что вот есть прокладка какая-то, роль прокладки она не выполняет, через нее соль проникает внутрь, едем до светофора сейчас, немного спальных хрущевских районов, все всегда хрущевки ругали, господи, я живу сейчас в хрущевке, таунхаус, ептель, по сравнению с человениками, которые сейчас строят, просто зеленый двор, птицы едят с рук, тишина, я не хочу переезжать, но только если какой-нибудь Пушкин, старый фонд, там где еще и высокие потолки, не, но если бы он так же рядом с работой, рядом с инфраструктурой, со всякой был, только так, так прекрасные зеленые дворы, как зелень выглянет, вы сможете это оценить, пока, конечно, нет, в общем, милота, мне нравится, единственное, чуть-чуть облагородить, конечно, озеленить красоту, сделать вот оградочки, поменять вот эти, страшенные, ржавые, и будет вообще песня, светофора нет, едем на другое, здесь все просто, тасик, микрофоны есть, поэтому шум улицы нам не забьет ничего, итак, друзья, я выбрал King Song, потому что у меня был уже In Motion, и был King Song, и я выбрал, потому что мощнее, эргономичнее в плане расположения контроллера, надежнее, есть звук на борту, это очень важно, который не надо постоянно заряжать, а колоночка всегда с вами, насколько я понимаю, здесь единственное, чего не хватает, это порта USB, который можно использовать как зарядку, странно, что его здесь нет, поскольку это большой пауэрбанк, на King Song 18 это есть, здесь нету, странно, хотелось бы, на таких на спальных улицах, конечно, даже там, где трафик есть, там, где людей много, звука хватает, больше, чем надо, даже хватает того звука, который я ставлю, который не раздражает, это дедюля, а можно поставить всякое, можно там, джаз, рок, какой-нибудь фок, там, где много высоких частот, сейчас прокатимся куда-нибудь, что здесь у нас красивенького, здесь спальный район, здесь красивого-то не так много, но сейчас что-нибудь найдем, пока едем в Купчино, в общем, я подошел к выбору, осознанно выбирал, более мощное колесо, более удачное, со звуком, с двумя фарами, соответственно, перед, зад, для меня это очень важно, но все равно, поскольку я эксплуатирую зимой и летом, я делаю обработку колеса, и как только мы собрались ехать куда-то, я сразу разобрал колесо, обработал мотор колесо лаком, чтобы краска не коробилась, запшикивал, запшикивал там все, жидким диэлектриком, буду ставить нержавеющий крепеж обязательно, ну, все, что я делал с колесом, вы можете увидеть на моем канале, я еще не перебрал нержавейку, не поставил, это я обязательно сделаю, но, наверное, только когда насобираю денежек, чтобы заказать, потому что заказываю я оптом, нержавеющий крепеж в специализированном магазине, я закажу, переберу под видео колесико, сделаю наборчики, и эти наборчики вы сможете там на свое колесико у меня приобрести на Авито. По ценнику это будет, наверное, столько же, как если бы вы пришли в магазине, вы там выбрали сами, если не дешевле, потому что мне достается это все немножко по другим, не по розничным ценам, поскольку я и по зарегистрировал, если хотите чуть дешевле что-то покупать, и у вас есть юрлицо, можете завести его в фирме, и будет дешевле. Благодаря этому я могу сейчас на Найнбот, спокойно на Авито, продавать комплекты также нержавеющего крепежа. Если надо кому-то, то вот я продаю. И теперь на Кингсонг появится. Конечно, мне хотелось бы, чтобы на колесах, которые я приобретаю, не за маленькие деньги, уже весь крепеж был нержавеющий, чтобы не надо было ничего вот дорабатывать, ничего продавать, коммерцией никакой заниматься. Мне бы очень хотелось, чтобы все было уже из коробки. И колеса, чтобы лаком были обработаны, и штуцера эти латунные, которые начинают корродировать, соприкасаясь с алюминием, мотор-колеса, тоже были покрыты чем-то, либо резиной, либо термоусадкой, как я это делаю. В общем, очень хотелось бы, чтобы все колеса, которые продаются, и Inmotion, и Kingsong, и Gotway, и ветераны, и все, из коробки уже были полноценными, нормальными, обработанными. И только если вы хотите уже что-то там накрутить, звук прокачать, еще что-то. Вот только так, чтобы как нормальная машина. Вы купили, и вам не надо было сразу там делать кучу всего. Без чего это просто у вас гниет, испортится и сломается. А колесо это средство счастья не только для лета, но и, естественно, для любого времени года. Если вы катаете только летом, я рад за вас. Ваше колесо будет в безупречном состоянии. И, безусловно, конечно, если вы уронять не будете поменьше. Потому что, да, ни вода, ни что не будет попадать, конечно, в сухую погоду. Но единственное, что и счастья у вас будет меньше. Потому что я катаю всегда весной, летом, зимой, в любую погоду. Особенно по дождю. Это такое счастье. Прокатить по дождю на моноколесе. Это просто. Это просто восторг. Ну, конечно, оно должно быть у вас готовым к этому. Потому что, если у вас во время покатушек, как у некоторых, в основном на инмоушенах, попадет водичка, то может возникнуть такая ситуация, что колесо просто у вас выключится. А в этом ничего приятного нет. Когда вдруг под вами выключается колесо. Конечно, если вы катаете с такой же скоростью, как я, с безопасной для всех, ну, синяк, уши, порванная одежда. А если вы носитесь, как угорелый, то это может привести к переломам, к серьезным травмам. Да, перескакиваю я, конечно, с темы на тему чуть-чуть, но постарайтесь за моими прыжками успевать. Итак, пришел я к выбору, что единственное колесо сейчас на рынке из середнячков это King Song либо 14D, либо 16S. Поскольку колесо покупалось не только как учебное, но и для сына. Да даже если бы только учебное было, конечно, можно было бы бюджетно выбрать что-то подешевле. Или там 14-е. Но, блин, на 16-м учиться приятнее. К тому же приятнее учиться на колесе, которое в основном все выбирают. А 16S, он же Kuga U2, это сейчас, я так понимаю, будет самое распространенное колесико среди начинающих, среди пенсионеров, потому что оно стоит относительно недорого. То есть, за 75 тысяч на Вальгарис можно его купить, за 74 тысячи по сравнению с топами, которые сейчас в районе 110-120 тысяч стоят. то есть, по деньгам оно выигрывает очень хорошо и по качеству. А если они еще прислушиваются к тому, что я говорю в роликах, и будут сразу туда ставить нержавеющий крепеж, обрабатывать колеса лаком и сажать, либо поставить нормальную прокладку между контроллером и аркой, между радиатором и аркой. Будет вообще замечательно. Очередная серия записи закончилась. Поеду я здесь. С той стороны там солнышка не будет. Будет не так весело. А сегодня просто прям какое-то счастье. Первая половина была пасмурна, а на вторую выглянуло солнышко. Я сомневался сегодня ехать. Я хотел очень сегодня прокатиться, но хотелось под солнышку, по солнышку катать одно удовольствие. Когда солнышко жить хочется. В общем, друзья, выбрал я между King Song 14 и 16. Конечно, 16S, поскольку 16S это пик восторга для моего ребенка. Если он самостоятельно вместе со мной, конечно, будет катать на колесе, он сможет на нем все, что хочет, отработать. потому что на 14-ом там все-таки педали расположены очень низко, и там при любых маневрах ты цепляешь педалями. Здесь все-таки для того, чтобы зацепить педалями, нужно чуть-чуть изловчиться, то есть обладать каким-то опытом. поэтому, ну что еще по сравнению с 14-ом King Song здесь для ребенка. Ну то, что, во-первых, это колесо я могу использовать как учебное, и то, что для ребенка по крайней мере массой до 70 кг, до 60 кг это пик восторга. Да, конечно, мне рассказывают про детей, которые на Гатве катают, там и чувствуют себя полностью в восторге, но, блин, люди и на подвесочных колесах катают и чувствуют себя полностью в восторге. А под словом катают, я подразумеваю, что человек спокойно ездит передом, задом, так-сяк, наперекосяк, то есть получает от колеса максимум, который оно может дать. Ведь это же удовольствие, ты вышел куда-то и катаешь, крутишь, отрабатываешь, совершенствуешься. То есть ты когда перед людьми что-то делаешь, и они испытывают восторг, это такое чувство, а при этом тебе не надо какие-то суперспособностями обладать, просто есть свободное время, сходил, покрутился. Это как трюковой самокатик, BMX, конечность, только если перед друзьями на площадке выпендриваешься, то здесь ты показываешь свое мастерство всему миру, и при этом ты обычный человек, не надо тебе какие-то супер-супер способности иметь, чтобы научиться на моноколесе катать передом, задом, так-сяк, наперекосяк. Это даже человек, который с ограниченными возможностями, даже не дай бог, если у человека нет какого-то органа, ноги, что-то, конечности, он все равно может катать на моноколесе. Моноколесо более того, оно больше нужно людям пенсионного возраста, которым тяжело перемещаться на дальние расстояния. Молодежь, что может и педали покрутить, и пробежаться, еще что-то. А вот люди пенсионного возраста, для них, конечно, моноколесо это средство. И вот для них как раз подвеска, наверное, играет большую роль, поскольку у них-то суставчики уже такие и вот единственное, да, наверное, для кого стоит разрабатывать подвеску, это для людей, у которых проблемные колени, которым не надо там виртуозить на моноколесе, а они просто хотят там из одной точки А в точку Б переместиться, и при этом, чтобы у них колени не отвалились. А если они будут на бесподвесочном колесе катать на дальние расстояния, там, допустим, каждый день, то, конечно, старческие суставы этого могут не выдержать, там могут последствия какие-то начаться, да, наверное, для этих людей толстой покрышки не хватает. Хотя я все равно сторонник того, что трехдюймовая покрышка, какое хочешь давление поставил, ну, болят колени, ну, не прыгает из поребрика, все, слезай иногда с колеса, и все будет у тебя хорошо. Тут проблема-то в том, что когда ты встаешь на колесо, ты с него слезть не хочешь уже, слезать уже с него просто не хочется, пока батарейка не сядет, пока не накатаешься, к тому же на одном накатался, прыг на второе, поехал кататься, это же счастье. Мы летаем, и летаем, и практически энергии никакой не тратим. Пока учитесь, вы там тратите энергию этот первый-второй день, а дальше, дальше вы наслаждаетесь. Дальше у вас уже пик восторга. Катаете дальше в удовольствие. Так, ну что, колесико 16С я выбрал, поскольку появился конкурент у Эко-дрифта, и кингсонги начали продавать под брендом Куга, у меня появилась возможность купить его дешевле на 10 тысяч рублей, и при этом, ничем при этом не жертвуя, да, то, что у меня надписи там кингсонг снаружи нет, да мне на это вообще пофиг, абсолютно пофиг. Зато внутри все надписи кингсонг какие надо, у меня есть. Конечно, мне бы хотелось, чтобы на Энбот вот то колесико, которое в 2015 году сделал, 16-е, которое я сейчас не рекомендую, даже как учебное, развивал, развивал, и сегодня мы могли приобрести с вами уникальное 16-е колесо, самое навороченное, с самым лучшим звуком, с разными вариациями покрышек, но, к сожалению, вот они, жажда нажива мутит рассудок, ушли полностью в самокаты и полностью прекратили развивать этот сегмент, сегмент полных колес. Ну, бог с ним, с Найнботом. У нас сейчас кингсонг, куга, и это единственный производитель, который прислушивается к моим желаниям по поводу того, что подвеска нахер не нужна, прошу прощения за выражение, по крайней мере, они делают подвесочные колеса, то есть, если вы пенсионер и бережете свои колешки, или вы человек, который в день по 100 километров катает по пересеченке, и хотите это делать на моноколесе, а не на автомобиле и мотоцикле, то, ну, блин, вот для вас есть модели с подвесками и тоже хорошие, может быть, не такие хорошие, как вам хотелось бы, потому что многие покупают всякие там ветераны, леперкины, все остальное, наверное, они лучше, чем те подвесы, которые делает кингсонг. Может быть, мощнее, хотя куда мощнее, если и так, эти колеса сейчас под запретом на тротуарах, все колеса, которые массой больше 35 килограмм, должны находиться на проезжей части. За этим следят, слава богу, что тех, кто следит, не так много, поэтому можно в прогулочном, в прогулочной манере прокатиться там, и никто не будет на тебя пальцами показывать, что ты ого-го-го, там едешь не там, где положено. Строгость законов у нас компенсируется, да. Так, вот здесь звучок можно уже прибавить. Сейчас я его чуть-чуть убирал. В общем, друзья, King Song, да, он прислушивается. In motion он тормознул тоже, вот как 5 лет назад, но может быть на этой модели, но вот что он, из восьмерки все пытается что-то сделать, но при этом сделал только хуже. Да, он увеличил батарею, но не сделал педали пельменицы, он сделал их больше, потому что на Inmotion V8 ужасные педали. Они очень маленькие, они подходят только для ребенка, они ужасные маленькие педали. Но зато для ребенка с маленькой стопой они великолепны, почему? Потому что там нет никаких углов и на нем можно заниматься опять-таки виртуозным катанием. Но опять-таки, если вы маленький ребенок, потому что узенькая, верткая, такое все. Для ребенка вот Inmotion можно смело брать, особенно если только по-сухому катаете, вообще смело. Главное, попробуйте, чтобы было, чтобы не давило в ноги. Потому что то, что после V8 пошло, вот эти верхние подушки на пластике выпирающем они давят в ноги. Жесткий корпус, неудобно. Но возвращаемся к King Song. Да, Inmotion что сделали? Только батарейку увеличили и педали поставили чуть побольше. А King Song за это время, по крайней мере, хоть в последний там год, педали переменятся, мы все ждали. Да, надо. Увеличили, да, надо. Потому что штатные педали King Song маловаты. Хочется педали побольше. Хочется педальки побольше. Пельменицы все, все довольны. Подушки сразу с упорами. Это прекрасно, это здорово, это великолепно. К сожалению, Kuga сейчас то, что на рынке у нас продает, продает со старыми подушками, которые на King Song стояли. А ими не все довольны. Вот, допустим, люди говорят, что они давят в ноги. А они похожи, как на подушки у Ninebot. Они вот такие квадратненькие, большеватенькие. Но зачем они такие сделаны? Их же тоже не дураки делали, друзья. С этими подушками вы можете прыгать, даже если не тренировались. Сейчас я попробую вам показать. Вот, не имея тренировки, просто зажав колесо, вот, вот, по крайней мере, на пару сантиметров спокойно вы можете прыгать. На тех подушках, которые с упорами, вы так сделать вряд ли сможете. Нужно ставить дополнительные упоры, то есть там зажать особо нечего. Но зато там есть упоры, которые позволяют вам надавить посильнее, когда вы газуете, или надавить сильнее, когда вы тормозите. Они не упираются вам в ногу, это приятно, то есть колесо становится уже для вас. Но в каждой прелести есть доля гадости, как и наоборот, в каждой гадости есть доля прелести. Важно ее разглядеть и использовать, использовать для себя. В общем, Kuga идет со старыми педалями, со старыми подушками, но это я готов потерпеть с учетом того, что это на 10 тысяч дешевле, чем King Song. А при этом это тот же самый King Song, просто на новых педалях, на новых подушках. Это я готов терпеть. И причем я не терплю, потому что для учеников это лучше. Я на этом могу прыгать и недостатков никаких я особо не испытываю. Там ребенку большие педали, не нужны. Я, кстати, не знаю, как они по размеру, пельменицы и штатные. Наверное, все-таки пельменицы должны чуть побольше быть. Нырявые педали. Но надо будет как-нибудь кого-нибудь встретить, да померить педальки. Потому что для ребенка вот этих педалей достаточно. Мне, конечно, для дальних покатушек, да, у меня носочек чуть-чуть свешивается. Можно посмотреть. Но это не критично. Если для меня это колесо, на котором я учу, это вообще не критично. Как показала практика, ученикам ученики на него встают очень хорошо. Меня очень радует, что после падения его не надо включать. То есть просто поднял и оно включилось. В отличие от Ninebot. Меня радует, что здесь есть алгоритмы, которые предупредят вас о продаве заранее. То есть не будет того, что внезапно колесо выключится. А у меня один раз было, когда попался ученик, и мы с ним прям по городу поехали, а ученик классный попался. Очень хорошо встал на колесо, уверенно. Но вот на поребриках, на этих подъемах он так даванул, что, блин, а там сильно, честно говоря, и давить-то не надо. Потому что, насколько я понимаю, там 500-ваттное мотор-колесо, а здесь на секундочку киловатт 200. То есть там слабенькое колесико, это мощное колесико. То есть на нем можно спокойно притопить. Вот даже вот как я сейчас. Чтобы времени терять. и не бояться, что оно продавится. А поскольку мелкий у меня уже придавил, то есть продавил, то есть опыт у меня этот был, то покупкой своей я доволен. Позволить ее может абсолютно любой человек там. Потому что в Бербанке вам кредит дадут, а на 5 лет я взял это колесико, я извиняюсь, стоило оно 2500 рублей в месяц на 5 лет. Вот посчитайте. Переплата там составляет полная сумма там 120 тысяч рублей, то есть переплата составляет порядка 45 тысяч рублей. А сейчас на зоне и в других магазинах вы можете это колесо найти за 100 тысяч, понимаете? В приличных даже магазинах. Тот же самый Кингсон. Поэтому конечно кредит отдастся раньше, конечно, но вот даже я говорю, даже если вы можете позволить себе только 2500 в месяц, все равно вы можете позволить себе колесико среднего уровня, на котором я вот дяденька 115 килограмм спокойно с вами катаю, как хочу, передом, задом, куда хочу. И при этом не испытываю такого, что вот сейчас оно подо мной куда-то денется, куда-то улетит, какая-то ненадежная. Нет, я чувствую себя уверенно. Да, конечно, для моих покатушек сейчас давление в колесе не такое хорошее. Для моих покатушек надо где-то 3 атмосферы, потому что на 2 атмосферах, на 2,5, при заезде в поребрик на скорости порядка 10 километров в час 15, я прям чувствую, как продавливается с моей массой до обода. А обод погнуть легко. Это хоть и не Inmotion, но все равно обод погнуть легко. Очень бы хотелось, чтобы все колеса делались из нормального алюминия, и чтобы таких проблем на них не было. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем. Как машина сейчас, по крайней мере, любого производителя, ты можешь уже машину смело брать, и это стопудовая машина, которая 5 лет тебе стопудово отслужит. Хочешь больше, сделай антикор. Хочешь опции какие-то, хоп, доставил, но для жизни абсолютно любая тачка сейчас, абсолютно любая тачка, сейчас, наверное, нет такого производителя, который бы был откровенным гей, на котором невозможно что-то делать, ездить. У газа была такая черта, что надо обязательно антикор делать, иначе через год уже ржавчина везде пойдет. Вот я не знаю, побороли они это или нет. смешной здесь светофор такой. Раньше была возможность там на колесе пролететь и там пройти. Нет, сейчас сделали так, чтобы люди не спешили, а жизнью наслаждались. В общем, что у нас? До чего мы дошли? Мы дошли до того, что сейчас оптимальное колесо для ребенка. Это Kingsong 16 или Kuga U2. Если денег не хватает, можно взять O1 или Kuga 14D. Как оно называется? Ну, оно 14 радиуса. И на нем по неровностям будет не так комфортно катать, и педали там пониже. То есть, ну, блин, комфортнее тот. Но те, кто на великах катает, они знают. Чем больше колесо, тем стабильнее, комфортнее, увереннее вы себя чувствуете на неровных поверхностях, на поребрике можно заезжать, все такое. Комфорт и безопасность. И внезапно возникшая ямка у вас не вызывает непреодолимого желания упасть. Вы просто вздрогнете и все, и поедете дальше абсолютно спокойно. Особенно, если вы ребенок, который весит до 50 кг. Абсолютно. Надо постараться, чтобы продавить колесо. 14-е, конечно, проще. почему я не рассматриваю колеса, которые вот эти Готвей, Бигоды начали делать, а вторые, ну потому что они маленькие, они 14-е, по радиусу получается. Их сравнивают с МЦМ-ками. Маленькие колеса, зачем они нужны? А мощность там большая. Это большая опасность. Вот малейшая ямка, а ямку можно не заметить в асфальте, когда она такая, как небольшой кратер. А особенно на снегу, если вы зимой катаете, то есть там небольшая выпуклость на снегу, она вообще незаметна. Заехали, только ручками вприснули и упали. И все. В этом плане 16-е колесо позволит вам проехать по этой ямке, потому что ямка, которая заставит вас на 16-м шлюпнуться, она настолько большая, что вы ее не сможете не заметить. И человек, который разложился на 16-м колесе, это Вадик Бурлаков, если он смотрит, привет ему. Он это сделал как? Он руки расставил в стороны, посмотрел в небо, раскинул, полетел и лежачий полицейский и приходишь уже в сознание на асфальте. Поэтому, друзья, если катаете так, как и конечно никакое колесо не спасет, потому что свобода без драгивания на огромный поле и к вам заехать будет проблематично. Так, доехал я до первого пункта нашей программы. Сейчас я как раз заменю, наверное, батарейку на камере. Я очень рассчитываю, что камеры хватит на все выкатывание колеса. Сейчас мы посмотрим заодно, сколько я выкатал, сколько ушло батареи, какой пробег сейчас. Мне надо забрать одну вещь, туда я пойду, придется снять микрофон и надеюсь, я их так же хорошо надену или надеюсь, что они до этого момента работали на по крайней мере. Опа! Так, ну смотрим, что у нас. Наверное, в тенечек. Потому что экран смартфона будет на солнце не видно. А я все-таки хочу вам показать такой промежуточный. Ну вот что у нас промежуточное. Релиф пишет 18,8 километров, что мы проехали. Катаемся мы 1 час 17 минут. Сейчас мы поглядим, штатное приложение. Вроде я с него не выходил. Пробег поездки, вот он пишет, 19 километров 65 метров, уровень заряда 82 процента. Блин! И пишет еще остаточный пробег 60 километров. Ну, колесо я выключать не буду. Надеюсь, что это все не сбросится. Сейчас промежуточные эти моменты я принц-крин сделаю. 83 процента проехал я. Конечно, вот еще отличие от Кингсонга 14. Почему я не брал его или у первого? Потому что я с ребенком хочу по городу путешествовать и так, чтобы у него колесо не село раньше, чем у меня. А получается, что он со своей массой, а я еще попробую, наверное, Ивана выдернуть. У него масса в районе 70 килограмм. Вот интересно, сколько с ним она проедет. пока меня нравится. Вот столько я проехал, блин, и такой замечательный пробег. Единственная проблема это камера. Выдержит ли она столько времени работать или придется какое-то время без камеры прокатиться. Ну, в любом случае, релиф я отрубать не буду, штатные приложения я отрубать не буду. Да, и вот вам еще. Даркнесс-бот не буду сейчас включать, чтобы не отключать штатные приложения. А так в Даркнесс-бот он не подключается к этому колесу. Представляете? Вот. Видите? Это типа у них, наверное, солидарность с Экодрифтом. У этого. Или и школьника, или кто там разработал это приложение. Типа мы это говно поддерживать не будем. А то, что это говно это Кинг Сонг никого не волнует. Люди ради бабок иногда творят такое, что триндец. Все. Пауза. Сделаю дела. Продолжим. Короче, большого радиуса колесо оно, конечно, спасает. Все. Я на 20-ке. Я уже в крейсерской скорости прокатных шеринговых самокатов. И даже они меня будут обгонять сейчас. я хочу по красоте проехать, поэтому я с той стороны Sky Avenue проеду. здесь пока ничего красивого нет, только парковка. В общем, друзья, если вы выбираете себе первое колесико, конечно, старайтесь начать с 16-го радиуса. 14-й радиус вам не подойдет для плохой дороги, для асфальтовой крошки не подойдет. Плохо, некомфортно будет там. Для мостовой тоже. Это 14-й радиус это хорошо, но 16-й гораздо лучше. Вы будете чувствовать себя там гораздо увереннее. поэтому, если есть возможность, если нет возможности, конечно, КС-14Д. Ну, либо, если вы фанаты там InMotion, можете InMotion брать, но взрослым дяденькам я не рекомендую. Это либо маленьким, либо девочкам. Многие фанаты InMotion V8 меня не поймут, потому что, блин, они на них проехали многие десятки, сотни тысяч километров. Но это все-таки вот здесь сейчас проверим, проеду я или нет. Должен? Нюансов нету. А на 14-м вот на Гравичке уже там такое пятно контакта совсем маленькое, можно провалиться, но это зависит от вашего веса. Если вот по такой дороге на 16-м нормально ехать, то на 14-м уже комфорта такого не будет. Но если речь о том, что просто купить колесо, а денег хватает только на 14-е, то есть на Кенсом 14-е, либо на У-1, что одно и то же, ну, конечно, берите 14-е. Потом, только чехол купите для него обязательно, потому что, допустим, если вы уже... В чем тут фишка, короче? Вы катаете на колесо, на колесе катаете, вы его роняете, оно внешний вид у вас теряет. А потом, когда вы начинаете хорошо катать, вы катаете на пошарпанном колесе. Это не кайфово. Понимаете? И вам хочется поменять колесо. А если вы сразу купите чехольчик для колесика, пошарпаете чехольчик, мастерства наберетесь, и потом абсолютно спокойно снимете чехольчик и будете катать на первозданном колесике. Понимаете? На первозданном колесике будете катать. Поэтому для современных колес сейчас все делают чехлы из неопрена. Вон там с Китая приходит, правда, ценник на них пока конский в районе там 4 тысяч рублей. Но я думаю, сейчас, как конкуренция будет, будет... Чехол должен стоить в районах на пределах 3 тысяч рублей. 2,5. Это если он со световозвращайками. Сейчас я чехол не надевал, чтобы вы могли оценить внешний вид колеса. А в чехле он, в принципе, не теряется. А колесо становится еще мягче. Ну, наденем чехольчик, ребенок покатает на нем, отзыв будет. Может быть, Иван, когда будет выкатывать колесо, нет, хотя тоже, наверное, без чехла. Иван, во-первых, опытный, а во-вторых, ну, внешний облик со стороны, потому что сейчас то, что я катал, вы меня со стороны-то видели только спереди. Сбоку я себя особо-то и не снимал. Вот. А Ивана я смогу снять сбоку. Вот. Выкатка удалась, сейчас, говорю, до дома доехать, да? А у меня почему-то такая уверенность, что я справлюсь. Но не факт. сейчас красоту посмотрите. Сейчас посмотрим, что там у нас по приложению. Уровень заряда 13%, блин. Надо ехать в сторону дома. А то придется идти пешком. Хочется очень покрутиться. Давайте здесь покрутимся. Там, где никого нету. И поедем. И поедем. И поедем. И поедем. А то, что там прощается. вот чем отличается на колесо другого транспорта я проехал все считай 50 километров а мне ну абсолютно не хочется прекращать покатушки поэтому конечно взрослому лучше батарейку в два раза больше чем здесь а именно 1600 потому что ну будет иначе не накататься все пора двигать а то придется идти пешком блин стеснерей для какого-то смотрим что-то у нас уровень заряда блин 7 8 5 2 процента накрутился кажется 8 7 6 7 3 5 6 процентов показывает а по пробегу остаточный пробег четыре с половиной 6 километров 5 кого-то ага не хочу я на нем сейчас прыгать с поребриков и запрыгивать на поребрике на около нулевом проценте потому что она может не успеть меня предупредить итак друзья что у нас сегодня безветрено на термометре у нас 14 градусов как выезжали так и сейчас сухо ясно солнечно было сегодня восхитительный день для выгодки колеса давление 24 25 перед выездом я проверю вместо погоды офигенное поэтому все вылезли сейчас и выползли просто гулять Все, начинает ругаться уже, говорит, please charge it, но музыка играет. Вот я телефон отнес, по мече пошли. Начинает попикивать, а, нет, попикивать это она так начинает. Ну, слушайте, она разрешает мне, на заряд, я извиняюсь, 5-7 процентов. Ехать больше 10 километров в час. 17, вот сейчас я еду, 18. Но зато остаточный пробег здесь уменьшился у меня, но только что я видел там 200 метров. 0 километра, 500 метра. А уровень заряда 0,1, 0,1. Остаточный пробег. Да. В общем, на нулевом заряде я сейчас еду 16 километров, и это мне непонятно. И это приятно. Достаточный пробег 0. Уровень заряда 0. Сейчас я вам покажу. А то одно дело это говорит же, да? Вот верхняя строка, смотрите, да? А вот по скоростям, а что? Так, что у нас по общему пробегу видим, да? 50. 50 километров у нас поэтому. Сейчас, когда едем, будет 51. И смотрим по второму приложению. Поэтому пока 48,8. Ну, очевидно будет, что 49. Короче, полто со мной вытянут в прогулочном стиле. Если бы сразу серфили, силовая была покатушка, либо с кем-то на скоростях, там около максимальных, то, конечно, пробег бы уменьшился. Все, оно меня начинает уже кивать. Первая строка, смотрим, да? А вон динозавр едет, да. Так, по этому приложению 51 есть. Вторая строчка. Первая. Столбик. И он меня ведет по реливу. 49,1. Остается вопрос, вывезет ли он меня один километр. Но я думаю, что нет. Сейчас звук выключу. Все, я доехал до парадной. Не знаю, как. Вот, все, оно начинает меня тормозить. Но тормозить оно меня начинает. Очевидно, что он, ну, километрах чуть больше, чем 10. Сейчас буду заезды вокруг помойки делать. Накатывать оставшийся километр. Чтобы по реливу получилось колтинник, да? Хватит, не хватит? Сейчас проверим. Здесь уже у нас 51,5. А по реливу бы еще проехать полкилометра было бы. И было бы вообще шикарно. Было бы круто. Здрасте. Всего полкилометрика. Просит маленькая. Пожалуйста, заведи. Кстати, у Андрюхи, а у него там телефон вбит в регистрационную карточку. Как только оно садится, колесико, окончательно, оно начинает звонить ему на телефон. А я еще, наверное, не все там, не всю регистрацию сделал. Потому что она такая кривоватенькая, она чуть-чуть в регистрации. В общем, моя задача сейчас еще и вот эти 400 метров добить, чтобы у нас по двум приложениям было по полтиннику. Он на кочку наехал и не сошел. Ну, когда же ты мне скажешь уже? Все, уровень заряда 0. Все 0. Все 0. Все по нулям. Я добиваю. 200 метров мне надо до этого. По реливу, чтобы полтос был. И по кинг-сонгу у меня... Блин, куда тут ушло у меня? Не понимаю, куда у меня ушло приложение само. О, нифига себе, по встречке обгоняет. Вообще круто. Молодец какой, а? Через сплошную, по встречке. Вообще огонь. Так, и как мне здесь быть? Что-то я куда-то зашел не туда. А мне вон надо уже. Не понимаете? Мне бы сейчас обратно вернуться. Общая информация. Мне общая информация нужна. Может, я сам как-то в график вошел? Короче, я не знаю, как из этого графика выйти теперь. Это я боюсь, что я выйду вообще из приложения. Ну, слава богу, я эту хоть не сбросил. Так, 52. По приложениям максимальная скорость. Средняя скорость. Слышь, 10-3. 10-4. 10-4. Нет, это какая-то другая. Я у нас. 4 часа поездки. А, вот как я сюда зашел. Как отсюда выйти. Вот как отсюда выйти. Опа. Я жду, пока она задерет педали и прекратит меня вести. Меня радует, что этого еще не произошло. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дядь Сережа, здравствуй. Как твое, ничего? Отбомбил? Уже две колонки. Да, стерео. Я люблю стерео. Давай. Хорошего вечера. Вот, это лучший шиномонтажник был, которого я знал вообще, но, к сожалению, сейчас перешел на другие работы, на повышение. Классно было. Так, релиф, короче, полтинник мы тоже прошли. 50 километров, 200 метров. Высадить надо ее собаку. Сейчас обязательно высадим. Не в магазин, она в магазин рисковать не будет, не поедем. Я жду, пока оно задерет педали. Жду, пока задерет педали. Слушайте, ну это очень приятно, на самом деле. Потому что до этого колеса... Прекрасно. Очень приятно. Очень приятно. До этого колеса, которые были, когда они так капризничают, они столько не дают проехать. А это прямо дало мне запас, походу, очень хороший. Сколько я здесь? Километр точно я отпахал здесь. Километр я точно отъехал. Мотоциклистам привет. О, 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 вот, 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 вот. Все, все. Сейчас попробуем, что сделать. Выключить, включить. Нет, сначала все запринскриним. Сначала все запринскриним. Релиф 55. Все, можно вырубать. Финиш. Финиш. Сейчас я сохраню. Не закрывайте пока приложение. О, пока играет, видали забранные вставляют. Это оставим. Сейчас сделаем сразу киношку в онлайне. Это бесплатное приложение, рекомендую. Сейчас телефон, кстати, может закончиться. У меня, ну, вроде там по 20% оставалось. Сейчас сохраним, а это я вставлю в конец ролика. Понятно. У него, ты знаешь, такое пространство? О, мой бог. Я не пойду за тобой там. Так, осторожно. Это я вижу, но... на колесников привет. Первый раз за год вижу и сразу на колесниках. king song как кинсон который под маркой кубов они просто обходят когда дилерство и кадре что это кадре же у нас только дингсоном торгует сейчас охране вот выкатывал колесико вот видите все уже стал первый день сегодня так у вас и . или сачка 6 очка она по-моему отличается только емкостью батареи да а почем брали где брали в ушку за тридцатку ой как хорошо сейчас я сохраняю сохранить секундочку чтобы это не пропало у нас вас есть минутка это поболтать отлично как так создать видео занятие велосипед другое или вам пользуйтесь очень приятное приложение бесплатно горизонтальная настройка релив down track пишет скорости ваши пишет вот музычку можно добавить бесплатно я платную покупал версию там только фоток можно побольше добавить и все сейчас сохраню это все для видосика создать 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 все то он меня сейчас это пропустите вот то что он платную хочет мне все и не надо это все сохранить себе сохранить себе другое сохранить все ваше видео готовится не буду его выключать сейчас перейду на вашу сторону виталий его очень приятно дим здесь обитаете где-то а где тяпанова красненький домик 23 это бывшая телефонная станция а что зачем это все занимает оборонка вакансии есть открытые я инженеры вообще инженер химик-технолог но у вас то там наверно что там по какой специальности монтажного отдела или кто электрика до монтаж все всего такого все в основном но слава богу все зарплатами все хорошо очень хорошо очень там арендует частные которые ли ваши контора все это знание ой это круто это еще и старая участие там работы какой профессор эти на ложке тоже полночь на ложку окончу вот он семёнов семёнов не знаю может в лицо ты знаю молодой значит не знаю это старый уже вот хорошо надо будет насчет вакансии узнать а то рядом от дома я в этом доме скажите вы получаете за 30 кроме за 30 кроме весь навито грудь и куда навито . давал что-то 100 километров проехал погнул лобот я до этого на штат и сказал сколько он проехал на нем счет километров и погнул вы на их все катали и куда его дели а и куда его его денег купила до 70 но поучился на нем покатался и получил ну нереально я привык на метро или там за на велике но длинные дистанции вообще не мои а сколько вы ездили на нем полтос скорость нет не 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 по дистанция которая вас напрягала 9 накатался сколько ну километров по 30-40 по 30 тяжеловато тяжеловато скучно 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 музычка а почему на велике нравится а так не нравится а физуха как вы терпите серфите вы же не просто так не ну вот это когда учишься офигенно ноги вам подушки удобны не особо но их можно отвинтить на самом деле крышки здесь легко снимаются их можно отвинтить и тогда эта штука станет вот на 7 миллиметров уже и можно туда просто карпетик на 3 вот а уже станет они на в 8 они поменьше и все кто вот на эшках на эсках они все жалуются что давит детям дают это взрослые то еще привыкаем а педали сами шиповали или это шипованные уже были да и бог там всем туда можно бронепленочку наклеить кусочки такие а можно эти знаете стопора для мебели продают строительным такие полиуретановые прямо напротив этих штук наклеить и педали будут лучше отродка откидываться насколько вы на нем уже пробежали а что там собором он просто погнут подбивает на скорости речо не сильно спрыгивал на нем когда раскручиваем и чувствуется нет то есть я на нем не поступаю 35 . и по хорошо прям едет ну а вообще нольцевая практически какой у него был общий пробег я сейчас попробую когда наберем и биение особо я не чувствую а когда едете чувствуется чуть-чуть подбивает нет это вот когда колесо надо отряхнуть от грязи просто кнопку не зажимаем просто кнопку не зажимаем с этой стороны тогда же не вижу вот 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 она ее можно поправить аккуратненько деревяшечкой только аккуратненько только аккуратненько очень хорошо вообще шикарно взяли за такие деньги вообще шикарность сейчас надо включить выключить ага то она выключилась куда сейчас поедете к скорее нибудь скорее не поедете а сколько на всего кстати откатали 200 километров на какую каяк каяк лодочка аку где вы тренируетесь вы сейчас на пушкинскую на кричит да они сейчас будет очень такая погода вообще будет хорошо не будет вообще шикарно вообще будет прекрасно не буду задерживать рельеф поставьте себе потом интересно трек посмотреть будет вот смотрите она вот так вот вот она вот так вот сохраняет видите да его допустим вот надо сохранено в пленку он сохранил и сейчас допустим вот когда надо мне вот видео ставить и вот и вот Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова